Здравствуйте! Это Суддела. Всю войну внешнеторговые расчеты шли скрупулезно по всем канонам бухгалтерии мирного времени. Когда немецкой подлодкой был потоплен британский крейсер «Эдзенбург», шедший в апреле 1942-го из Мурманска в Англию с грузом 5,5 тонн советского золота для оплаты поставок военных материалов, Госстрах СССР выплатил Госбанку СССР страховку в размере 6,3 млн долларов, а Советский Госстрах по полагающимся расчетам получил из Англии причитающуюся долю страховки в размере 2 млн. Вот так. Война войной, а бухгалтерия работала как положено. Всю войну шла торговля даже со странами далекой Латинской Америки. Номенклатура советского экспорта в тот регион порой удивительна. Например, 99% стоимости советского экспорта в Бразилию составило пихтовое масло, а Колумбия и Куба всю войну покупали у нас пусть и в небольших объемах – бочковую икру, драгоценные камни и книги. Мексика купила у нас за те трудные годы товаров на скромные 868 тысяч рублей, и чуть более половины этой суммы составили элитные меха. Особый интерес представляет торговля СССР со странами Европы. Как это не покажется странным на первый взгляд, но лидером была маленькая Болгария. До 44-го года, пребывая в союзе с Гитлером, она сумела почти совершенно не пострадать от войны, особенно по сравнению с теми странами Восточной и Центральной Европы, где проходила линия фронта. С конца 44-го и до конца мировой войны Болгарское королевство успело купить в СССР товаров на 240 миллионов рублей. Половину стоимости советского экспорта составили металл, каучук и хлопок. Для сравнения, советский экспорт во Францию за тот же срок после ее освобождения от немцев был на порядок меньше всего 25 миллионов рублей. Из них 22 миллиона были поставки нашего льна. Удивительно, но за 45-й год Союз успел подороговать даже с Италией, где только что повесили Муссолини. Страна, в которой уже была сильна своя кинематографическая школа и создавался один из лучших в послевоенном мире кинематографов, в том победном году купила у нас кинофильмов на миллион 200 тысяч рублей. Это 99% стоимости всего советского экспорта в Италию за годы войны. Любопытно, что находившаяся под боком Союза нейтральная Турция за годы войны купила у нас минимум товаров. Всего чуть более, чем на 4 миллиона. Из этой мизерной суммы почти две трети их составил советский бензин. Но наша страна за те годы купила у турок еще меньше. Всего на 2 миллиона рублей. В основном это было небольшое количество оливок и эксклюзивный тогда турецкий продукт – порошок Валекс. Дубильное вещество из жгудей средиземноморского дуба, использовавшееся при производстве кожаных подошв для армейских сапог. Из всех соседних нейтралов за годы войны самым выгодным для нас оказался Иран. Его северную часть тогда контролировали наши войска. Так вот, с 22 июня 1941 и до конца войны Иран купил у нас товаров на полмиллиарда рублей. На порядок больше, чем богатые шведы. В основном иранцы покупали сахар и ткани. Как это не покажется странным, но десятую часть стоимости поставок в Иран из СССР. Тогда составили нефтепродукты – мазут, керосин и бензин. Для характеристики внешней торговли Советского Союза в годы войны полезно взглянуть на статистику поступления живой наличной и безналичной валюты в нашу страну за 1944 год, в самый разгар боев. Ровно половину такой валютной выручки для нашего государства тогда дали всего 4 страны. 23% валютных поступлений обеспечила торговля с Соединенными Штатами, 16% с Ираном и 9% торговля с Англией и ее доминионами. Все материальные и человеческие потери того страшного и героического времени мы едва ли сможем измерить. Но чисто бухгалтерские расчеты всегда конечны. Закрыть счета, связанные со Второй мировой, Советскому Союзу помешала новая война – холодная. Споры советских и американских представителей по поводу расчетов задолженности за ленд-лиз продолжались четверть века. Только в 1972 году Москва и Вашингтон согласовали сумму долга. СССР тогда обязался к 2001 году выплатить 722 миллиона долларов с процентами. В 1973 году американцы получили первый платеж – 48 миллионов. После распада Советского Союза все долги по ленд-лизу унаследовала Российская Федерация. По новому соглашению сумма военного долга определялась в 674 миллиона долларов. Предполагалось, что Россия погасит ее только к 2030 году. К началу 21 века, после неоднократной реструктуризации, все ленд-лизовские долги оказались в числе задолженности России перед Парижским клубом-кредитором, расчеты с которым наша страна закрыла в 2004 году. Так что в чисто финансовом смысле Великая Отечественная война завершилась для нас всего 15 лет назад. И роль НКВТ, Наркомата внешней торговли, в победе была ничуть не менее важной, чем роль НКВД. Не забывайте об этом, вспоминая Анастаса Ивановича Микояна. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь.